В данном случае, что ситуация с каналом РЕН-ТВ и Пятым каналом это исключительно какое-то политическое решение, что вот поручили этим акционерам, и они взяли и сделали соответствующие шаги, сняли руководство. Нет, я думаю, что здесь не только политика, здесь и экономика, но здесь попытка делать экономические какие-то реорганизацию, что получая политические рекомендации и стремясь их выполнить, приводит к неудачным результатам конечным. Творческий уровень и уровень информационной свободы на российском телевидении в результате этих реорганизаций может пострадать. Давайте вспомним с вами для примера шестой канал. Был МНВК во главе с Сагалаевым, потом Сагалаев продал Березовскому. Ну, грубо говоря. Стал, по-моему, Шабдурасулов во главе канала. Канал стал таким разоблачительным, более публицистичным, и выполнял политическую волю нашего лондонского олигарха Березовского. Затем было решено канал политически разогнать. И тогда передали этот канал полуолигархов. Всякие там были и Дерипаски, и Мамуты, и прочие. Даже меня приглашали консультировать. И в результате, тем не менее, чем они прославились, этот канал ТВС? Значит, за стеклом. Потом что-то такое тоже еще. И просуществовав, ну, года полтора, по-моему, два, вот, они благополучно, так сказать, все отказались финансировать. И это все было передано без всяких законных оснований под вещание спорта. Было сказано, спорт, ты мир, давайте нам спорт. И туда пошли трансляции с ВГТРК. Без лицензии, без всего, несколько лет вещал канал спорт. Теперь канал спорт, значит, тоже плохо, потому что он недостаточно рекламоемкий. Видео Интернешнл не может там разместить эти самые свои в достаточном объеме и по определенной цене, значит, рекламу. Давайте перепрофилировать, сделаем молодежно-развлекательный. И теперь все в молодежно-развлекательное стали. НТВ, давайте вспомним. Да, Гусинский со всеми его там недостатками и прочим. Но он не очень-то мешал коллективу. Они, так сказать, это было время такое и политизированное, и интересное. Но ведь публицистические программы были неплохие и с хорошим рейтингом, и информационные программы были неплохие. Да, приходит это вот более спокойное после захвата охраны Газпрома, значит, НТВ на Королева-12, приходит эта вот новая команда. И что сейчас мы видим на канале НТВ? Программы о личной жизни, какие-то сенсации. Сериал очень слабый. Новости НТВ пользуются сейчас таким же спросом, как нет, конечно. То же самое может произойти с РЕН-ТВ. Если вот эту всю программную политику резко менять, выбирать публицистику, заменять ее развлекательными программами и прочее, то уже и Максимовская, даже если она будет появляться как некий, так сказать, символ этого РЕН-ТВ, она не будет иметь уже такой популярности и не сможет так работать, как сейчас. Это очень непростая вещь руководить средствами массовой информации. Нельзя вот так вот просто из Комитета по управлению имуществом Петербурга прийти и стать во главе Совета директоров медийной группы. Или там даже, будучи хорошим специалистом, технарем, ученым в области газа, прийти и стать генеральным директором. Ну хотя бы сделали они это по отношению к одному, к двум руководителям. Но оставили бы профессиональную команду, а этого же нет. Так и что же тут от них дальше ожидать?